Астраханский государственный ансамбль песни и танца приглашает 3 декабря в 18 часов в городской дворец культуры города Азов на концертную программу «Эх, зима!». Билеты продаются на сайте kaffir.ru и в кассе Дворца культуры. Работает Пушкинская карта. Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Екатерина Юхнова. О самых важных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Глава администрации города подвел итоги работы муниципалитета за 9 месяцев 2022 года. На протяжении 8 лет школа принимающих родителей помогает семейным парам усыновлять или брать под опеку несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. В медицинской рубрике «Без рецепта» речь пойдет о терапии. В городском Дворце культуры состоялось отчетное собрание, на котором глава администрации Азова Владимир Ощупкин рассказал об итогах работы муниципалитета за 9 месяцев 2022 года. Подробности в нашем сюжете. Азов, несмотря на сложную экономическую ситуацию, входит в число развивающихся территорий Ростовской области. Одно из условий, которые этому способствуют – увеличение объема инвестиций во всей сферы деятельности. На финальной стадии находятся инвестиционные проекты, реализуемые крупными предприятиями города. Начат процесс создания промышленного технопарка «Азовский» по металлопереработке. В 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Азов благоустроит две территории – скверы Олеся и Летчика. На их реализацию выделено 70 миллионов рублей. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на муниципальном уровне действует программа развития транспортной системы города. Весьма значительные объемы средств выделены в 2022 году на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове. Направленные средства в общем размере 92,5 миллиона рублей позволили провести данное мероприятие в два этапа – весенний и осенний. В весенний период – это с марта по июнь месяц – на сумму 24 миллиона рублей выполнен ремонт 41 тысяч квадратных метров участков автодорог с асфальтобетонным покрытием. Суммарная протяженность от ремонтированных участков составила около 6 километров и работы были проведены на 11 улицах. В осеннем этапе работы также завершены. Стоимость ремонта – более 65 миллионов рублей. Ремонты проведены на участках с суммарной протяженностью 11,7 километра на 23 улицах. Не останется без внимания и текущее содержание автомобильных дорог. Ежедневно ведется патрульная уборка посторонних предметов и мусора с проезжей части и тротуаров. Устраняются локальные повреждения на дорогах с твердым покрытием. В целях дальнейшего развития транспортной инфраструктуры города на 23 год и последующие годы в текущем 22 году проведены предпроектные и проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры города. В том числе разработана проектно-смертная документация на строительство автомобильной дороги к микрорайонам для многодетных семей в юго-западной части города. В текущем году также разработана проектно-смертная документация по реконструкции автомобильной дороги по улице Гагарина к строящейся школе на 600 мест и смертный расчет на проектные изыскательские работы на строительство подъездной автомобильной дороги от улицы Ленина до территории земельного участка для размещения школ на 1340 мест. На 2023 год намечено произвести капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров по переулку Степана Разина и улице Миллиораторов. В текущем году за счет средств транспортных предприятий было приобретено 4 автобуса в малой вместимости. Перевозчик Донавтосервис до конца текущего года планирует к выпуску на маршруты 2 и 7 около 6 автобусов. Из них 2 увеличены вместимости на 33 посадочных места. В рамках национального проекта здравоохранения в 2022 году областным бюджетом выделено на оснащение медицинским оборудованием 27 миллионов рублей, на которые приобретено 14 единиц техники, которые уже эксплуатируются по целевому назначению. Завершается процесс утверждения проекта смертной документации на реконструкцию здания поликлинического отделения номер 1 по обслуживанию взрослого населения со строительством детской поликлиники. Городским бюджетом выделено 3,9 миллионов рублей. До 10 декабря мы должны получить уже положительное заключение. И продолжено финансирование мероприятий по привлечению медицинских кадров. Из бюджета города на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей, в том числе на подготовку и переподготовку медицинского персонала, на повышение квалификации и обучения, оплату стипендий студентам и ординаторам медицинского вуза и оплату найма жилья врачам-специалистам. В рамках национального проекта образования реализуется региональный проект «Современная школа», где приоритетными задачами является строительство двух новых учебных заведений на 600 и 1340 мест. Важное направление в работе образовательных учреждений – вовлечение обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение. Увеличилось и количество призеров регионального этапа – до 21 человека. Несмотря на экономические и политические трудности, АЗО приобретает все большую известность и привлекательность в сфере туризма. Культурная жизнь города активно развивается. За 9 месяцев текущего года проведено 283 культурно-массовых мероприятия, из которых 238 организованы бесплатно в рамках муниципального задания. Благодаря губернаторскому проекту «Сделай вместе» приобретена искусственная ель с гирляндами и шарами высотой 18 метров, а также новая 6-метровая светодиодная растяжка с надписью «С Новым годом» на крышу городского дома культуры. В 2023 году администрация города планирует не снижать темпов остановительных работ в сфере транспортной инфраструктуры и благоустройства общественных территорий. Кроме того, продолжается работа по улучшению социального климата, а также просветительской деятельности среди молодежи и выявлению молодых людей интереса к спорту и творчеству. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо 30 ноября – день честования участников ликвидации радиационных аварий и катастроф. Именно в этот день, в 1986 году, было официально объявлено о сдаче в эксплуатацию укрытие над разрушенным реактором Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня в Азове состоялся небольшой митинг в память об участниках этого трагического события. Ликвидаторы – так просто и понятно называют в народе людей, кто боролся с невидимым и таким коварным мирным атомом. Масштабы и последствия трагедии были бы гораздо страшнее, если бы не героизм и самоотверженный труд сотен тысяч человек, вступивших в неравную схватку с неуправляемой радиацией. Рискуя своей жизнью и здоровьем, участники ликвидации последствий этой аварии сделали невозможное. Защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. 35 лет назад завершен процесс по возведению укрытия на четвертым энергоблоком в Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня в Азове проживает чуть больше 50 участников в ликвидации техногенной катастрофы. Более 100 их товарищей ушли из жизни. С каждым годом все меньше этих людей становится. Но вот то наследие, наверное, та память историческая, которая сохранилась после этих страшных событий, и самое главное, тот подвиг простого человека, и военных, и пожарных, и гражданских, всех, кто был направлен в зону ликвидации, сегодня, конечно, является очевидным примером для сохранения безопасности в области использования атомной энергетики. Это дань безграничного уважения тем, кто ценой собственного здоровья боролся с последствиями Чернобыльской катастрофы и других аварий. И в знак памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью, спасая мир от ядерного заражения. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо С 2014 года при городском управлении образования действует школа принимающих родителей, которая помогает семейным парам усыновить или взять под опеку несовершеннолетних детей, оставшихся без родителей. Всего существует три направления, о которых нам рассказала ведущая специалист сектора опеки и попечительства Наталья Гречин. В течение года проходит набор в группы граждан, которые решили взять в свою семью ребенка. Занятия проводятся два раза в неделю в течение одного, порой двух месяцев. Курс включает в себя вопросы педагогики, психологии, основы медицинских и юридических знаний. По окончанию слушатели проходят аттестацию и получают бессрочные свидетельства, которые действуют на территории всей Российской Федерации. В законодательстве на федеральном уровне определены три устройства детей в семье граждан. Первая форма устройства – это усыновление. Она у нас является самой приоритетной формой устройства, так как ребенок попадает в кровную семью, чувствует себя полноценным членом семьи. Также он имеет право на наследство и на приобретение фамилии своего усыновителя. Вторая форма – опека и попечительство. Здесь подопечный ребенок воспитывается в семье до 18 лет. Опекун имеет такие же равные права, как и имеет родитель. Органы опеки будут осуществлять контроль за условиями жизни подопечного. Кроме этого, на его содержание ежемесячно выделяется денежная выплата, и если ребенок является сиротой, то по достижению 18 лет имеет право на получение собственного жилья. Когда ребенок, оставшийся без попечения родителей, родители лишены родительских прав, ограничены в родительских правах. Либо же один умер, другой лишен родительских прав. Этот ребенок называется оставшийся без попечения родителей. Он тоже имеет право получения жилья. Дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых родители находятся в местах лишения свободы, не подлежат обеспечению жильем. Третья форма – приемная семья. Это когда граждане заключают договор с органами опеки о передаче ребенка на воспитание в семью. При этом взять можно не более 8 детей с учетом своих собственных. За каждого несовершеннолетнего приемные родители будут получать от государства заработную плату. И существует еще одна форма – это временная передача детей в семьи граждан. Еще эту форму называют гостевой режим. То есть в организации он имеет все, кроме семьи. И чтобы подарить ему немножко семейного счастья, любви и заботы, сделали такую форму временной передачи. Ежегодно с 25 ноября по 31 января проводится областная акция «Новый год в кругу семьи» для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Направленная на популяризацию временного нахождения несовершеннолетних в семьях граждан на период каникул, а также праздничных и выходных дней. Для этого необходимо собрать пакет документов и получить заключение на временную передачу ребенка в семью, которая будет действительно в течение двух лет. Уважаемые жители нашего города, для того, чтобы принять в свою семью новогодний праздник ребенка из нашего Центра помощи детям, вы должны собрать определенный пакет документов. Перечень документов размещен на нашем сайте Управления образования. Или по телефону 6-22-17 вы сможете узнать всю интересующую вас информацию. Ждем вас! Ивана Пашельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо Сильный восточный ветер выдал воду из Дона и Азовки. Уровень воды заметно упал в районе городского порта. Из-за обмеления реки, пришвартованные возле пристани судна, оказались практически на мели. Когда именно Дон и Азовка вернутся обратно в берега, неизвестно. Вероятно, это произойдет с ослаблением ветра или изменением его направления. Ранее синоптики уже предупреждали жителей Ростовской области об обмелении Дона. По этой причине могут возникнуть перебои с водоснабжением в домах. А мы продолжаем медицинскую рубрику «Без рецепта». Героем сегодняшнего выпуска стал молодой врач-терапевт Денис Подройкин. Подройкин Денис Владимирович – терапевт. Родился 15 декабря 1993 года в городе Шахты. Окончил Ростовский государственный медицинский университет. Стаж работы – 10 лет. Кредо. К людям нужно относиться, как к людям. Мне была ближе терапевтическая специализация. И она достаточно обширна, охватывая достаточно большое количество интересов, видов медицинской деятельности, заболеваний. Не ушел. Журналистика была больше как интересом, хобби. Это было еще в школьные времена. Позволила мне научиться общаться с людьми так, как это нужно. То есть медицинская работа в себе подразумевает, как и у вас, взятие интервью у пациента. Ты берешь интервью у пациента, на его основе уже разрабатываешь лечение, диагностику и так далее. Поэтому это своего рода помощь. Музыку люблю. Сам на инструментах не играю. Различно. Совершенно разные жанры. Более приближен к джазу, к классическому року. Музыка должна быть музыкой. Она должна в себе содержать музыкальную основу и голосовое сопровождение, выражение мыслей. Очень люблю собирать пластинки виниловые. Пациент, придя к терапевту, рассказывает ему свои жалобы. Он не медицинский сотрудник, он не медработник, не врач, не медсестра. И не имеет необходимых знаний зачастую о своем состоянии. Доктор-терапевт должен его логически расспросить и выставить логистическую цепочку о его состоянии и дальше его направить на необходимое обследование, к необходимым узким специалистам и, соответственно, поставить ему диагноз. Поэтому, да, наверное, терапевт действительно как связующее звено, но больше именно в логическом смысле. Теоретически, да, это возможно. В том случае, если пациент уже знает о своей патологии, заболевании, ему не нужен разбор случая, ему нужно уже целенаправленное лечение и оказание медицинской помощи. А человек с упавшим зрением обратится к офтальмологу, нежели к терапевту. Терапевт ему для этого не нужен. Терапевт больше играет роль хаба. В который пациент попадает, и дальше терапевт должен его уже куда-то направить и сориентировать. Не всегда, и даже свой не всегда понимаю почерк. Так уж получается, что доктора достаточно быстро пишут. Пишут много информации в голове, смешивается друг с другом, и ее надо как-то структурировать на бумаге. Плюс ты пытаешься успеть обслужить самого пациента, все это сделать быстро, и, соответственно, поэтому почерк очень сильно меняется. Это с институтских времен у нас обычно тянется, потому что там лекции читаются быстро, в большом количестве, и там только успевай записывать. Одеваться теплее, укутываться и следить за своим здоровьем. Плохо отношусь к народной медицине, достаточно категорично считаю, что если человеку нужна медицинская помощь, он должен все-таки обратиться к врачу, к человеку, который на это заточен, который профилирован в этой сфере. Справедливости ради скажу, что многие современные методы лечения и лекарственные средства вышли родом из народной медицины. Например, ранее, до того, как появились уже химически разработанные препараты, использовались так называемые народные препараты. Это валерьяна, это корни зверобоя. В дальнейшем умные люди решили проверить, а какие из них все-таки обладают лечебными свойствами и какими лечебными свойствами. Ну и на их основе уже разработали лекарства. Потому что летом люди меньше обращаются к врачам, они уезжают в отпуска. Зимой люди больше простужаются из-за того, что часто промокают ноги, их продувает, люди в куртках потеют. Гастрит и язвы не столько связаны с сезонностью. Здесь скорее имеет большое значение праздники, наверное, здесь больше календарный какой-то смысл. Осень, весна – это большое количество праздников, это майские праздники, это какие-то осенние праздники, люди наедаются. Ну, соответственно, вот у нас имеется определенная проблема с желудками и с кишечниками. Сама маска, по крайней мере медицинская, либо простая тканевая, в принципе ни от чего не защищает. Она не защищает вас от чего-то, она защищает окружающих от вас, если вдруг вы являетесь переносчиком заболевания, либо в принципе болеете в активной фазе. Любить, кормить и никогда не бросать. Любить своё тело, кормить свой дух и никогда не бросать заниматься собой. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – автошкола СА «Союзавтошкол». Это крупнейшая автошкола Ростовской области, обучает на все категории транспортных средств, а также на трактора и квадроциклы. Учись там, где реально учат. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Всего вам доброго. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Возможность изучения теории в режиме онлайн в удобное для вас время. Разнообразие тарифов с возможностью снижения стоимости в процессе обучения. Категория B от 9 990 рублей. Индивидуальные скидки для студентов. Собственный автодром и автопарк. Более 80 единиц техники. Обучение на автомобиле с механической или автоматической коробкой передач категории B. Учим на все категории, в том числе на квадроциклы и трактора B и C. Права теперь доступны всем. Мы находимся в самом центре города по адресу города Азова. Петровский бульвар 5А. Телефон. Плюс семь девятьсот три четыреста один ноль семь ноль семь. Четверг первого декабря облачно с прояснениями. Днем плюс один плюс два. Ночью ноль минус один. Ветер восточный семь восемь метров в секунду. Влажность воздуха пятьдесят семь процентов. Уровень воды в реке Дон на сто девяносто семь сантиметров ниже отметки ноль. Температура воды плюс три градуса. Атмосферное давление семьсот шестьдесят девять миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова